Электромобили наступают даже в таких небогатых странах, как Бразилия. Китайские автопроизводители видят в местном рынке огромный потенциал. У компании BYD уже есть сборочное производство электробусов в пригороде Компинаса, штат Сан-Паулу. Теперь бразильцам предоставили топовый полноразмерный электрокроссовер. Цена модели TAN EV в Бразилии – 96 тысяч долларов. Первые поставки запланированы на апрель. «Наш план в Бразилии и Сан-Паулу в том, чтобы запустить люксовый бренд. У нас есть план экспансии на рынок. До конца года мы планируем открыть не менее 45 террористских центров в Бразилии. И, конечно, если он окажется успешным, мы изучим возможности запуска производства в стране». Great Wall Motors, ещё один китайский производитель, также делает ставку на рост бразильского рынка электромобилей, как гибридных, так и полностью электрических. В прошлом году компания купила бразильский завод Mercedes-Benz и планирует во второй половине 2023 года выпускать до 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие создаст 2000 рабочих мест. Продукция пойдёт на экспорт в другие страны Латинской Америке. «Мы сосредоточены на технологиях и качестве. Цена всегда является следствием. Я не думаю, что мы конкурируем в нижнем сегменте рынка. Мы стремимся перейти от среднего к премиум-классу, и цена будет отражать новые характеристики». В прошлом году цена на бензин в Бразилии выросла более чем на 40%, но бразильцы с трудом расстаются со старыми привычками. Доля продаж автомобилей на электроприводе сейчас около 2%, при этом две трети из них гибриды. Тем не менее, рост продаж электромобилей ускорился до 77% в год, и по прогнозам уже через 8 лет их доля в общих автопродажах превысит 40%. Субтитры создавал DimaTorzok